Семена кунжута при остеоартрите колена С 20-х годов прошлого столетия врачи начали делать больным артритом инъекции золота. Очевидно, лекарства на основе золота применялись в течение тысяч лет, и, как ни удивительно, по-прежнему используются в клинической практике, так называемые модифицирующие течение заболевания базовые противоревматические препараты, что означает, они могут замедлить прогрессирование ревматоидного артрита. К сожалению, такие препараты могут быть токсичными и даже фатальными, являясь причиной таких состояний, как золотое легкое, вызванное золотом заболевания легких. Несмотря на то, что их использование может быть ограничено ввиду серьезной токсичности, инъекционное золото показало себя более полезным. Но, быть может, как подозревают некоторые исследователи, определенную долю этой пользы составляет кунжутное масло, которое вводится в качестве жидкого носителя для золота. Семена кунжута содержат противовоспалительные соединения с такими названиями, как сезамин и сезамол. Исследователи подозревают, что они могут служить в качестве потенциального лекарства от различных воспалительных заболеваний, но это были лишь исследования в пробирке. Во-первых, мы должны увидеть, оказывают ли они противовоспалительный эффект у людей, а не только у клеток в чашке Петри. Но еще не было никаких исследований влияния семян кунжута на маркеры воспаления у людей, страдающих артритом, например, до настоящего времени. Учитывая высокую распространенность остеоартрита, и так как до сих пор не проводилось никаких исследований на людях, чтобы оценить влияние кунжута на больных остеоартритом, это исследование было разработано для оценки влияния кунжутных семян на воспаление. И было обнаружено значительное снижение маркеров воспаления. Но какой эффект это имело на саму болезнь? 50% с остеоартритом коленного сустава были разбиты на две группы – стандартное лечение и стандартное лечение плюс около четверти стакана семян кунжута в день в течение двух месяцев. Перед началом они описали свою боль как 9 баллов из 10, где 0 означает отсутствие боли, а 10 – это максимально терпимая боль. Через два месяца контрольная группа чувствовала себя немного лучше, боль уменьшилась до 7. Но кунжутная группа уменьшила боль до 3,5. Значительно ниже, чем в контрольной группе. Исследователи пришли к выводу, что кунжут имеет положительный эффект, улучшая клинические признаки и симптомы у пациентов с остеоартритом коленного сустава. Но главная проблема с этим исследованием заключается в том, что контрольная группа не получала плацебо. Трудно придумать своего рода поддельные кунжутные семечки. Но без плацебо они в основном сравнили, а вы знаете, не делать ничего и делать хоть что-то. И каждый раз, когда вы заставляете пациента делать что-то особенное, вы не можете сбрасывать со счетов эффект плацебо. Но каковы минусы? Я имею в виду, что это хорошая мысль использовать пищу как лекарство. Только хорошие побочные эффекты. Хотя результаты неоднозначны, были проведены исследования с использованием плацебо-контроля, которые обнаружили, что добавление кунжута в рацион питания может улучшить уровень холестерина и антиоксидантный статус. А количество сезамина, который содержится всего в одной столовой ложке семян кунжута, может умеренно понизить кровяное давление на несколько пунктов в течение месяца. Достаточно, по-видимому, чтобы снизить риски фатального инсульта и сердечного приступа примерно на 5%, что потенциально может спасти тысячи жизней. Продолжение следует...